МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня из самого утра в Соломенском суде столицы пытаются избрать новую меру пресечения подозреваемым в расстреле двух правоохранителей в мае прошлого года возле автозаправки. На скамье подсудимых трое. Это Вита Заверуха, Андрей Романюк и Евгений Кошелюк. У здания суда находится моя коллега Татьяна Винникова. Татьяна, добрый вечер. Скажи, почему так долго идет заседание и есть ли уже решение суда? Добрый вечер, Татьяна. Я сегодня весь день в суде. Здесь с раннего утра пытаются решить судьбу так называемых винницких мстителей. А именно избрать новую меру пресечения или отпустить Виту Заверуху и других активистов, которых обвиняют в убийстве милиционеров. Напомню, это произошло в Киеве в мае прошлого года. Тогда двое милиционеров погибли и трое получили ранения. По версии МВД, неизвестные в масках, угрожая оружием, ночью напали на АЗС, ранили одного из работников и забрали из кассы около 800 гривен. Далее во время преследования двое сотрудников милиции погибли, а еще трое были доставлены с ранениями в больницу. Подозреваемыми в преступлении стали Вита Заверуха, Андрей Романюк, Вадим Пинус, он погиб при задержании, Николай Манишенко и Евгений Кошелюк. Все они были активистами Майдана, а затем добровольцами в АТО. Вита, в частности, служила в составе батальона Айдар. И, по словам друзей, получила три контузии. В СМИ она известна своими такими довольно радикальными убеждениями. Ну вот, а сегодня все началось с того, что правоохранители пытались доставить Виту Заверуху из больницы в здание суда, а ее друзья преградить путь машинам. Сегодняшнее заседание должно было проходить в открытом режиме, но милиция, прошу прощения, полиция никого не пустила, преградила вход и для активистов, и для журналистов. В итоге активисты попытались как-то прорвать это ограждение, завязалась драка, и четверо активистов были доставлены в Соломинский райотдел. Соломинского управления полиции доставили четырех человек. На двоих из них склали административные протоколи за статью 173. Это дребное хулиганство. Сейчас они надают пояснение следствиям. Кроме того, решается вопрос о открытии двоих криминальных проведений. Погроза или насильство о работе правоохранительного органа и столь незаконное поводжение с оружием и боеприпасами, оскільки одного из доставленных вылечили ніж. Когда мы приехали, тут стоит кордон милиции, как видите, и нацгвардии. Журналистов журналистов не пускают, громадских не пускают, хотя суд открытый и решения суду нет. Юридично они делят незаконно, потому что, если суд открытый и только судом можно заборонить, то есть сделать суд закрытый. Оборвание у нас просто зашкалюет. Адвокаты подозреваемых утверждают, что их тоже никто не предупредил о заседании. Позже они все-таки приехали и, наконец, началось заседание. Но о том, что происходило в зале, они вышли и рассказали только в 4 часа дня. Соломянский суд, который проводит заседание в этой будке апелляционного суду, находится под шаленым тиском, я так думаю, Министерства внутренних справ. Вот, оскільки судей сегодня в вихідний день, они не есть слідчими судьями и их настолько натиснули, что они все покинули, свои родины, и приехали сюда для того, чтобы рассматривать, так сказать, невідкладное питание, хотя уже оно не является невідкладным, оскільки о 8-й ранку запобежный захід Виктории Заверюхи, Романику Кошалику, закинчився. И только в 5 часов вечера журналистов, наконец-то, впустили на заседание. И вот попытаюсь объяснить происходящее. Сегодня в 8 утра у троих подозреваемых закончился срок в СИЗО, двухмесячный. К слову, у одного из них это был домашний арест. И вот прокуроры требовали продолжить этот срок в СИЗО, эту меру пресечения. Однако адвокаты заявили, что заседание суда нужно перенести, так как Вите Заверюхи стало плохо, подозревают, что у нее обострение аппендицита. Также они говорили, что, в принципе, всех троих нужно отпустить. Но прокуроры настаивали на продолжении срока в СИЗО. Запобежного захода, что до заверуки Виктории Юрьевны, а также Романюка и Кашилюка, в виде тримания под вартою, а Ситникову продолжить действие запобежного захода в виде домашнего ареста от 20 до 6 до 20 и с обязательным носением электронного средства контроля. В сегодняшнем заседании объявляли многочисленные перерывы. Вот прямо сейчас один из них. Мы будем оставаться и следить за событиями. Татьяна. Спасибо. Это была Татьяна Винникова, которая следит за развитием событий по делу подозреваемых в убийстве троих правоохранителей. Владимир Медяник, подозреваемый по делу Александра Ефремова, объявил голодовку. Об этом рассказал адвокат, акс-нардеп Аким Веремичук. По его словам, Медяник требует проведения следственных действий, решение которых было принято еще в начале сентября. Адвокат подчеркнул, что после этого его подзащитный готов пересмотреть свое решение о голодовке. По словам Веремичука, сегодня суд продлил арест Медяника еще на 60 дней. Как отметил адвокат, обвинение игнорирует полученные ими доказательства о невиновности депутата. В Одессе очередная эпопея с инвалидами-переселенцами из зоны АТО. Куда беженцев отправляют на эту трассу? Почему затею чиновника волонтеры называют смертельно опасным экспериментом? Репортаж Андрея Анастасова. Санаторий Куяльник под Одессой. Переселенцы с Донбасса, инвалиды и многодетные семьи проживали здесь больше двух лет. Полтора месяца назад директор учреждения предупредил. В начале октября корпус закрывается на ремонт. Людей выселяют. В любом случае, третьего утра останавливаются лифты. В любом случае, третьего электричества не будет и воды не будет. Что нам делать? Куда нам деваться? Примерно половину из трехсот переселенцев готов принять санаторий в Донецкой области на подконтрольной Украине территории. Остальным чиновники предложили расселиться по четырем объектам в Одесском регионе. Один из основных – бывший дом-интернат в селе Борщи, Подольского, бывшего Котовского района. Месяц назад чиновники нас заверяли. Там все готово к приему инвалидов. В частности, оборудованы пандусы для колясочников. Те четыре варианта, которые официально предложены, они вполне приемлемы. Там хорошие условия, лучше, чем сегодня проживают в Куяльнике. Мы решили лично проверить, так ли это. 250 километров от Одессы и вот Борщовский интернат. Как оказалось, чиновники лукавили. Пандусы только сейчас монтируются в авральном режиме. То же самое и с туалетами, и душевыми. Вот в этом месте будет сооружен пандус для людей, которые передвигаются на колясках. Вот здесь кухня будет. Почему стройматериалы завезли только сейчас, когда людей уже выселяют из Куяльника, директор не знает. Очевидно, ей самой установили такие жесткие рамки. Говорит, будут работать и днем, и ночью, чтобы успеть к понедельнику. Да, я думаю, что мы успеем. Тем временем волонтеры рассказывают, главная проблема этого объекта в большой удаленности от областной больницы. Соседняя же районная не сможет принимать людей со специфическими диагнозами и постоянными обострениями хронических заболеваний. По словам общественников, такое они уже проходили в Белгород-Днестровском районе. Я думаю, что здесь ситуация повторится. Просто-напросто. Никто не анализировал абсолютно ни заболевания наших людей, ни состав врачей в Котовске. Об этом даже никто из чиновников государственных, этот вопрос никто не поднимает. Как следствие, в Борщи и другие села инвалиды-переселенцы ехать не хотят. Таких примерно 100 человек. У Татьяны Щербины дочка и муж с психиатрическими заболеваниями. Спрашиваем, что будет делать дальше. Я не знаю. В общем, нам отсюда никак нельзя выезжать. Одним словом, вокруг ситуации с инвалидами-переселенцами снова намечается большой скандал. Администрация Куяльника, между тем, уже выключила в жилом корпусе электричество, как бы намекая на то, что всерьез намерена выселить беженцев. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Зарплата учителей в следующем году должна вырасти на треть. Об этом заявил президент Украины на встрече с победителями конкурса «Учитель года-2016». По его словам, за последние два года удалось преодолеть негативные тенденции в экономике страны. И это дает основание в 2017-м предусмотреть в госбюджете рост выплат педагога. «Приоритетом на 2017-й год має бути финансирование области. И не на 5%, и не на 10% має бути подвищено зарплата учителя. Мы договорились, что мы должны выйти на планку 33%. На третину має зрости финансовое забезпечение украинского учителя. Как потужна финансовая мотивация для того, чтобы найкраще фахівці залишались в украинской школі». Черная метка для Верховной Рады. Свои съезды стали проводить непарламентские полицилы. Это верный знак приближения досрочных перевыборов в Раду. Сегодня свой первый съезд провела новая партия под названием «Разумная сила». Там декларирует полное отсутствие в своих рядах старых политиков и олигархов. Каковы цели новой партии? Подробнее мои коллеги. В зале полторы сотни делегатов из разных регионов Украины. От Закарпатья до Донбасса. Выступают на украинском и на русском. Эти люди заявляют, сюда их привела катастрофическая ситуация в стране. Иначе в политику не пошли бы. Многим нынешним политикам особо не доверяют. Посему места в новой партии «Разумно сила» для них нет. «В наши ряды не могут попасть скомпрометировавшие себя политики. И люди, которые когда-либо привлекались к уголовной ответственности. Мы политическая команда и новое поколение украинской политики. И отличает нас от лидерских партий. Где лидер это царь, а остальные это свита. Даже не свита на сегодняшний день, а рабы. Наша позиция будет суверенитет Украины. Мы не будем подчиняться условиям ни Востока, ни Запада». По словам делегатов, задач перед ними очень много. Оживление экономики и возрождение высокотехнологичного производства. Сокращение количества депутатов Верховной Рады. Прекращение вырубки лесов и нелегальной добычи янтаря. Создание боеспособной армии. Но самое главное – прекращение войны на Донбассе и возврат утраченных территорий. Исключительно мирным путем. Для этого будут инициировать проведение ряда общенациональных референдумов. Украина должна быть мирным, нейтральным государством. Это единственный выход в нашей ситуации для того, чтобы объединить государство и сохранить его суверенитет, примирить общество. Решение это должно приниматься исключительно народом Украины, согласно закону о всеукраинском референдуме. Поэтому политическая партия «Разумна Сыла» сегодня инициировала вопрос о проведении указанного референдума. В новой политсиле заявляют, для того, чтобы вывести страну из экономического и политического штопора, не дожидаясь перевыборов в Раду, уже начали переговоры с парламентскими партиями. О первых результатах обещают сообщить в ближайшей неделе. Оксана Григорьева, Владимир Стеценко. Подробности телеканал Интер. Метиловый спирт для харьковского суррогатного алкоголя, от которого погибли почти 40 человек, завезли из России. Об этом написал на своей странице в фейсбуке первый зам государственной фискальной службы Украины Сергей Белан. В частности, он сообщил, что следствию удалось остановить путь поставок метанола. Харьковские дельцы покупали его в Северодонецке, это Луганская область, а туда поставляли из России. Важный момент, что метанол это сильный яд. Купить его в свободной продаже невозможно. Нужны специальные разрешительные документы для торговли и транспортировки. Водитель, перевозивший метанол, уже дает показания. Говорит, что всего харьковским суррогатщикам продали более 5 тонн спирта. По словам Белана, налоговики проводят рейды по всем регионам страны в поисках точек продажи ядовитого алкоголя. Я напомню, что волна смертей от некачественной водки началась в Харьковской области. Потом захватила Донецкую, Луганскую, Николаевскую. Докатилась даже Томирская. В результате количество отравившихся достигло 77 человек. Около 10 из них потеряли зрение. 38 случаев закончились летальным исходом. Накануне суд арестовал организатора поставок и двоих его пособников на 2 месяца. Без права внесения залога еще один пособник под домашним арестом. Стрельба в центре столицы. Один человек ранен. Сообщение об инциденте на проспекте Победы в полицию поступило в 13.40. На место происшествия сразу выехала следственная оперативная группа. Со слов очевидцев. У пострадавшего возник конфликт с неизвестным мужчиной, который в итоге совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия и скрылся. Его сейчас разыскивают. Вот что нам рассказали в столичной полиции. Мы установили особо потерпелого. Это пьян 1976 года. Он в лекарстве. На этот момент у нас нет информации про ступень тяжкости отриманных телесных ускорбов. Полиция вылечила уже с места подъявления стрельб и гильзы их. Отправленные для проведения экспертизы. Обострение в зоне АТО. За день боевики 17 раз нарушили режим перемирия. В районе Авдеевки они возобновили обстрелы из крупнокалиберного вооружения. Под вражеские снаряды попадают и мирные жители на окраинах города. О правилах выживания на линии огня. Ирина Баглая. По улице вы так не пройдете. Почему? Пули летают, термиры. Евгений один из шестерых смельчаков, кто по-прежнему живет на окраине Авдеевки. Здесь действуют строгие правила. По центру дороги не ходить, на огород перебежками. Каждый день бьют. Например, вчера я была... Не, вчера я не была. Позавчера чуть ли не урохали. Вот так от него стреляют. Как только боевики начинают обстрелы с тяжелого вооружения, сразу в погреб. В погреб и сиди трусись. Пол пятого вечера, в пять. И решение. Вон, показать где. Чем ближе к Авдеевской промзоне, все больше развалин вместо когда-то добротных домов. Юрий живет, как на пороховой бочке. Под фундаментом неразорванный вражеский снаряд. Восстанавливать дома люди не спешат. Ориентируются на свои сводки о соблюдении перемирия. Под окнами и на огороде. Вы не отстраиваетесь? Да вы что? А что? Только разнесут по новой. Вот, иди посмотри. Достреляют на огороде. Я боюсь помидоры собрать. Под пулями боевиков живут и западнее Авдеевки. В прифронтовой Марьинке те же проблемы. Не утеплить дом, не окна застеклить. Их как подробили мне на муку. На те три окна мне журналисты стекла принесли. Я им, как говорится, от души благодарна. Ну, их сегодня поставь, завтра их побьют. Бьют-то, если бы они перестали нас трогать. Если бы нас перестали бить. Мы уже что-то б делали, вставляли б. В Авдеевке газовые трубы перебиты. В Марьинке газопровод отремонтировали. Но в вентиль на оккупированной территории. Без газа единственное сырье для печек – уголь. А он за год вырос в цене вдвое. Вот это кучка такого, что можно еще растоплять. Вот это весь уголь. А на зиму мне потребуется полусырой. Чтобы мне продержаться. А 6 тысяч машин я не потяну. Надежда только на гуманитарную помощь, если довезут. Это наша красная зона. Мы здесь как прокаженные, мы как проклятые. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». США не признают решение Верховного суда России о запрете Меджлиса крымских татар. Заявляют, что санкции, связанные с Крымом, будут в силе до того момента, пока Москва не вернет полуостров Украине. Такое заявление распространил от имени Госдепартамента США его пресс-секретарь Марк Тонер. Это реакция Вашингтона на признание России Меджлиса экстремистской организацией. Введение запрета на его деятельность. США отвергают такую формулировку и заявляют, что обеспокоены, насколько несправедливо теперь обращаются с крымскими татарами. Дебаты не спасли. В Соединенных Штатах сегодня ночью опубликовали новые соцопросы. Первые после дуэли Трампа и Хиллари в прямом эфире. Так кто кого теперь опережает, знает Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Этих данных тут ждали все. И жители страны, и пресса, и сами кандидаты. После недавних дебатов одни опросы показывали победу Хиллари, другие – лидерство Трампа. И только социологи могли поставить точку. И поставили, выяснив, отрыв есть, но незначительный. 43% теперь сказали, они за Хиллари. 38% заверили, поддержат Трампа. Причем, когда вопрос задавали по-другому, да выбор не из двух фамилий. А ставив в списке всех, кто баллотируется, разрыв между соперниками еще меньше. 4% – 42 на 38 в пользу демократов. Более того, если учесть, что статистическая погрешность – 2%, то и этот – срез общественного мнения. И все другие показывают, что шансы сейчас практически равны. А еще социологи выяснили, что недавние дебаты поровну. Добавили сторонников и Хиллари, и Трампу. Опросы выявили еще одну тенденцию. Каждый пятый сказал, что не поддерживает ни одного, ни другого кандидата. Это, мол, устали от взаимных нападок. При этом все понимают, выбирать, по сути, все равно придется. Или Трампа, или Хиллари. Оба сейчас продолжают ралли по стране. Оба пытаются максимально использовать промахи противника на дебатах. Пока воспоминания о них у избирателей еще свежи. И оба, помимо встреч, за которыми следят сотни камер, проводят и закрытые переговоры. К примеру, журнал «Шпигель» сегодня написал, германские политики готовятся к возможному президентству Трампа и даже проводят негласные встречи с руководством его штаба. Если в Берлине раньше считали, что он не сможет даже стать кандидатом в президенты от республиканцев, то теперь взялись за голову и пытаются просчитать возможные последствия, ну и заранее растопить лед. И это еще раз показывает. Соединенные Штаты сегодня в ситуации, когда до самой последней минуты не будет понятно, кто возглавит страну и как этот президент, имя которого или Хиллари, или Дональд, ее изменит. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Венгрия готовится к референдуму, который может стать серьезным испытанием для всего Евросоюза. Какой вопрос вынесен на голосование и каковы прогнозы? Татьяна Лагунова подробнее. На улицах Будапешта массовая демонстрация. Тысячи людей протестуют против предстоящего референдума. Завтра гражданам страны предстоит ответить на один вопрос. Имеет ли Евросоюз право вводить обязательные квоты на прием беженцев без согласия венгерского парламента? Протестуют в основном интеллигенция художники, писатели, артисты. Бедные люди бегут от войны, а здесь их изображают террористами, которые принесут только проблемы и выживут нас. Это возмутительно. Это крик Венгрии, мы говорим, здесь тоже живут люди, у которых есть сердце и которые могут нормально думать. Впрочем, сторонников приема беженцев куда меньше, чем противников. Соцопросы показывают, против системы миграционных квот проголосуют более 70% граждан. Сделать это их уже несколько месяцев призывает правительство и лично премьер. Самый ярый противник миграционной политики Евросоюза. Мы постепенно теряем европейские ценности и идентичность, как будто лягушек варят на медленном огне. Проще говоря, со временем в Европе будет все больше и больше мусульман. И мы эту Европу не узнаем. Правда, есть один фактор, который может повлиять на исход референдума – явка. Чтобы голосование признали действительным, на участки должны прийти более 50% граждан. В любом случае, венгерский референдум будет иметь последствия для всего Евросоюза. Это уже прецедент. И подобное голосование могут инициировать и другие страны, которые не поддерживают миграционную политику ЕС. Например, Польша, Чехия, Словакия. А для Евросоюза, который пока не переварил Брекзит, это еще один серьезный тест на прочность. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Легко ли это быть беременным? В Японии предложили испытать политикам-мужчинам. Что получилось из социального эксперимента? Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. В Мексике проснулся вулкан Калима. Сначала он выбросил большой столб пепла и дыма, а потом начал извергать лаву. Ученые считают, активность вулкана связана с формированием нового лавового купола. Хотя пока прямой угрозы для людей нет, власти уже эвакуировали всех жителей двух ближайших к Огненной горе поселений. А это свыше 300 человек. В Японии активисты предложили политикам-мужчинам примерить беременность. На предложение откликнулись три губернатора юго-западных префектур. В течение дня они носили накладной живот, такого же веса и размера, как и у женщин на седьмом месяце. О мучениях политиков сняли ролик, который так и назвали «Губернатор – это беременная женщина». Таким образом, активисты пытаются привлечь внимание мужчин-трудоголиков и объяснить им, как нуждаются их жены в помощи по дому. Тысячи людей собрались в парке Кастер в американском штате Южная Дакота посмотреть, как считают бизонов. Более сотни работников парка, 60 всадников и множество волонтеров перегоняют около 1300 животных на огороженную территорию. Там их пересчитают и сделают прививки. Красочным шоу «Брандербургских ворот» открыли ежегодный фестиваль света в Берлине. На протяжении трех недель художественные инсталляции будут украшать почти 70 зданий и мостов немецкой столицы. Одной из световых композиций дизайнеры посвятили последним 150 годам истории Берлина. Это городские стены, которые строятся и рушатся, и лица известных исторических личностей. Допинг-пробы британского боксера Тайсона Фюри дали положительные результаты. В них обнаружили следы кокаина. Если это подтвердится, чемпионы мира по многим версиям в супертяжелом весе могут лишить по крайней мере одного из ПСОВ. 29 октября Фюри должен был сражаться с украинским боксером Владимиром Кличко, но отменил бой по состоянию здоровья. Современный Форест Гамп. Британский парень бежит 401 марафон за 401 день. Не совсем близок к целям, но он задумал кое-что посерьезнее, чем просто бег. Что именно знает наш британский корреспондент Оксана Кундеренко? Шнурки потуже, кроссовки правильные, форма вроде по погоде. Погнали! Бег очень популярное хобби в Великобритании. Согласно опросам, его выбирают 40% жителей. Есть среди них один особенный бегон. В голове не укладывается, но этот сверхчеловек, которого зовут Бен Смит, каждый день бежит в марафон. В любую погоду, в любых условиях. 42 километра. Тут очень холодно! О, Боже! Цель – 401 марафон за столько же дней и 250 тысяч фунтов пожертвований на благотворительность. Поразительно, но Бен к ней очень близок. Финиширует на следующей неделе, 5 октября, в родном Бристоле. У меня ни одной мозоли, ни одного сломанного пальца. Зато я потерял 19 килограмм. Очень похудел. И процент жира в организме упал с 15 до 9,5 процентов. Его история банальна. Над мальчиком, который весел больше 100 килограммов, издевались одноклассники. Бен едва не покончил жизнь самоубийством и решил помогать детям с подобными историями. Думаете, насмехаться над другими – это хорошо или плохо? По пути марафонец останавливается в школах, где разговаривает с ребятами об издевках и их последствиях. А затем собирают вокруг себя толпы любителей бега. И снова в путь. Он явно вдохновляет, а еще явно он сумасшедший. Ну кто на такое решится? Иногда его встречают как героя, иногда парню даже поговорить не с кем. Что вы думаете о моей задумке пробежать 401 марафон? Ой, никто со мной сегодня быть не хочет. Что еще хуже, не обходится без травм. Смит 10 дней пролежал на больничной койке после перелома позвоночника, но поразительно встал и нагнал утерянное. Я приближаюсь к границе с Шотландией и посмотрите, кто тут у нас на мосту. Маршруты современного фореста Гампа лежат под территорией Великобритании. К местной легенде присоединились почти 10 тысяч человек. Это же какая честь бежать рядом с самым выносливым человеком на планете. Бег дал мне чувство свободы, сделал меня счастливым. Я бегал марафоной по всему миру. Затем я советовался с личным тренером, докторами и решился на такое испытание. Достижения спортивные и финансовые еще в перспективе. До финиша 5 дней осталось. Говорить гоп пока не перескочишь рановато, но даже сейчас рекорды Бена Смита и его сила воли заслуживают огромного уважения. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В Киеве сегодня открыли самую длинную в Украине двухкилометровую беговую дорожку. Первыми ее испытали будущие участники столичного марафона и мэр Виталий Кличко с братом Владимиром. Своими впечатлениями они поделились с нашей Еленой Романовой. С утра пораньше возле озера Тельвин на Березняках собирается старый млад. Миланя живет в соседнем доме. Вышла с четырехлетней внучкой к бювету, набрать воды и решила остаться. Мы знаем, что приедет Кличко и мы видим, что забег тут будет. Пойдем быстренько переоденем кроссовки и тогда побежим, конечно, побежим с внучкой. Ты хочешь побегать? Да. Мама еще не бегает, она кухней занимается. Бежать бабушка с внучкой будут по новой дорожке, которая на днях появилась вокруг озера. Ее длина два километра. Поучаствовать в забеге приехала арсистка цирка дюселей Надежда Васина. Класс, я давно не вставала в такую рань для кросса. Профессиональных спортсменов сегодня здесь много. Одни, как Надежда, пришли испытать новое покрытие. Другие провести финальную тренировку перед киевским марафоном. Он состоится 9 октября. Сделаем разминочку общую, танцевальную. После этого мы пробежим беговую разминку. Для финальной тренировки здесь очень хорошее покрытие. С одной ноги на другую. Все, веселее, веселее, развеем. Среди любителей утренних пробежек на природе – мэр Виталий Кличко с братом Владимиром. Максимум для участников сегодняшнего забега – 15 кругов и 30 километров. Впрочем, мэр осилил лишь два и сошел с дистанции. Без брата. Кралы по дороге. От шуток к делу. Новая резиновая дорожка построена по голландской технологии и полностью отвечает евростандартам. Наконец, появляется и брат мэра. Такого в Украине должно быть сделано больше. А вот и первый рекордсмен Роман Борисович пробежал 10 кругов. Вы готовитесь к марафону? Нет. Я готовлюсь быть здоровым человеком. Мне понравилась не только дорожка, а вся инфраструктура этого места. Когда говорят о том, что сегодня здоровье стало очень дорого, вот, пожалуйста, бесплатно. Ирина Романова, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Наш эфир подходит к концу. Ну а завтра, в воскресенье, не пропустите итоговый выпуск подробностей недели с Алексеем Лихманом. Посмотрите, какие темы будут затронуты в программе. На чьих руках кровь пассажиров MH17? Дойдет ли до суда в Гааге после выводов международных экспертов? Подчинение страны. Какое государство могут превратить Украину полицейские, у которых развязаны руки? Сорванные мантии. Рада устроила зачистку одиозных судей. И, возможно, подарила лазейку для восстановления. Распродажа стратегического ресурса. Как открыть рынок сельскохозяйственной земли, не запустив ее дерибан? Семь колес растаможенного ада. Стало ли на деле легче ввозить БУ автомобили из Европы? И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Все новости вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности ее и хорошего вам настроения. И приятного субботнего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok